Привет, привет, мои хорошие. У нас минус 43 градуса, но это в городе, здесь у нас на ему под 50. Вообще холодно. Я еду сейчас в Матис. Почему? У меня что-то случилось с печкой на Ниссане. Начал дуть холодным воздухом. Причин может быть несколько, да, сам вентилятор работает. Как мы предположили, либо радиатор засрался, либо помпа, которая качает, либо термостат какой-то термо... Короче, не помню, как правильно называется. В общем, либо-либо-либо. Ну и сейчас едем. Рома вчера на Авито нашел специалиста, который за 4000 сделает диагностику радиатора. Для того, чтобы понять, ну как бы, что с ним. И Рома мне такой, я вчера ехала, поехали вчера, я ехала на Ниссане, и я такая говорю, нет-нет-нет, это очень-очень холодно. Ну сейчас я говорю, еще такой морозяка, и ехать с холодной печкой, ну как-то вообще не айс. Единственное, теплая сидушечка спасала жопочку, потому что совсем было холодно, от слова совсем. Вообще, как бы мы не сторонники в такой мороз, заводить Ниссан, он у нас на такие морозы мы эксплуатировали Матис. Потому что в такие морозы летит сразу вся ходовая система, и она летит моментально. Поэтому на Матис все запчасти минимум в 4 раза дешевле. И проще поменять это все на Матисе, эти холодные дни, поменять это все на Матисе. Ох, Рома еще загрузился мусором, подъехали сейчас к мусорке. Еще открыл, подержал, молодец, чтобы там вообще было свежо. И вот он сейчас, поедем посмотрим, ну надо делать печку, в любом случае. Может, надо было, конечно, и подождать, пока сейчас эти морозы спадут, вот эти большие. Но, вот сколько они продержатся, да, ждать. Ждать можно очень долго, сколько продержатся, непонятно. Поэтому, ой, что двигаемся, сейчас посмотрим. И если это все-таки не то, то тогда будем проверять то. Ну и что-то пойдет под замену. Вот эту запчасть какую-то, если это не, этот, как его, не радиатор забился, то там, как бы, ремонт будет ого-го. То есть, из нас только разобрать, сказали. То есть, только разобрать без запчасти. И, конечно, ну, машину надо покупать ту, которую сможешь обслуживать. Очень дорогая машина в обслуживании. Ну и, наверное, они не сильно приспособлены для таких суровых морозов, как у нас. Ну вот, Матисса, это сказка. В этом плане, в плане ремонта, в плане запчастей. Вообще, сказка. Какая-то подарок судьбы. Вроде колеса под жопой. И, в то же самое время, обслуживание дешевое. И ремонт дешевый, и запчасти дешевые. То есть, в этом плане вообще здорово. Ну, это такое шум, что мне там кто-то звонит. Рома там был что-то год или два назад. И он говорит, я даже не знаю, где. Сейчас катались, искали этот гараж, где занимаются. Ну и все. Я говорю, тебя что ждать или как? Давай мне к стоматологу. Вообще, надо было к девяти. Уже семь минут. Но он мне сказал, что меня в любом случае берут тогда, когда он освобождается. Я же без записи. Он мне вот это проверяет, что мою ситуацию, как у меня все проходит. Уколы мне поставят. И потом поеду за Романом. Какая интересная ситуация у нас получилась. Заказала я потвени для заготовок, чтобы замораживать. Такие большие, классные. Я заказала шесть штук. Привез Рома вчера четыре штуки. Я говорю, почему четыре, почему не шесть? Он говорит, а она мне что-то вынесла, еще два. И говорит, а нет, это не ваши, у вас нет. Я говорю, как у нас нет? У меня высвечивает в этом. Как будто прибыл на пункт выдачи, но не готов выдачить. То есть они его как-то не оприходовали, то ли что. Непонятно. Ну вот надо будет заехать и показать им, что это все-таки наши. Ну тоже так интересно. Я говорю, ну это интересно. Ну неужели уж там столько одинаковых кто-то заказал? Так, ладно, что, иду сейчас к стоматологу и вернусь. Я даже с варежками холодно вообще, боюсь руки обморозить. Сейчас хочу приехать домой и им на резинке всем сделать варежки, чтобы не теряли. Потому что уже с этого года уже столько потеряли варежек. Машину даже глушить не буду. Она у нас всю ночь, обе машины работали. Ну такой мороз, сейчас очень много машин, смотрю, на тросах тащат. Ну, блин, техника не вывозит, да? А тут мы люди в этот момент думаешь об этом. Как же мы это все вывозим? И вот сейчас, считай, на месторождениях люди же на улице работают. Ужас, бедное лицо, бедное все тело. Тяжелая работа. Так вот, как деньги лопаты. Вот тебе и лопаты север. Бывает и такая погода, что ух, собаку жалко вывозить гулять просто. Все, там будем проходить. Все, там будем проходить. Все, вышла я. В комбинезе, в этом, который со штанами, Супер тепло, конечно, классно, но вот так где-то прийти, раздеваться, вообще неудобно. В этом плане такой минус. Ну, лучше пострадать одеться, чем ходить мерзнуть. Но такой костюм у девчонки прям реально супер классно. Очень тепло. Класс. Я очень довольна, что его взяла. Но я еще сильно так не ходила. Ну вот, пока теплее, чем просто в пуховике. Добро пожаловать. Тепло. Так, все, поедем сейчас к Роману, наверное. Или позвоню ему сначала. Машин, конечно, по городу вообще мало. В такое время основное, ну, мало машин. Люди все ходят, все, лицо, все-все-все закрывают. Потому что ибо не жарко. Еду за Романом. Я говорю, что, как там дела? А он говорит, что ждем, пока машина остынет. Я говорю, так а что тебя, может, забрать? Что там будешь сидеть, ждать, пока машина остынет? Какой-то все. Он такой, ну, давай, да, соберешь. Начало что-то. Изживался. Что-то сама запуталась. Здесь как муравейник. Там заезд, тут заезд, тут, там. Что-то запуталась. Куда ехать-то надо. Ну, вроде сюда, да, сюда приехала. Вот так вот. Буржуечки у всех греют. Вот эти вот трубы. Вот это вот печки. Чтобы тепло было. Здесь неотапливаемые гаражи. У нас есть тепловик, там отапливаемый. А тут вот этот комплекс неотапливаемый. Здесь вот только автономку. Если что-то сделаешь, то будет тебе счастье. Как-то так. Так, что, он будет звонить ему? Бумы, здесь вот эта штука. Я вообще ее себе покупала. А потом, что-то мне так неудобно стало, я ему отдала. А сейчас вроде еду, ничего, нормально. Она только мягенькая, приятная. Некоторые девчонки вешают прям большие сюда. И махнушки, и такие пушистые. Ну, мне как-то неудобно. Не знаю, мне кажется, что это небезопасно. Потому что могут соскользнуть руки. В какой-то такой серьезный момент. Алло. Рума. Я подъехала. Давай, беги. Вышло что-то, если вы вчера телефон не зарядила. Хорошо, что здесь у Румы есть. Ну, а сейчас показывает, что минус 35 на улице. Не знаю, видно, не видно будет. Наверное, не сокусируется. Минус 35. Но по факту прохладнее. Ну, у нас поселок это 100% прохладнее. Свежо. Сейчас зашла по этой стоматологии. У них так тоже прохладненько. А вот тебе и новые дома вроде как. Тоже вот эти вот новые районы сделали, а парковки не продумали. Что? За руль давай сядь. Садись, пожалуйста, за руль сядь. Покатаешь? Покатаешь? Я не хочу на улицу выходить, морозить свою жопу. А, вон что. А я не закрыл дверь, да? Ты же не знаешь, как здесь закрывать-то. Да, я же первый раз в такую тачку ссорился. Ну да. Пристегивайся, молодой человек. Я тут шапки. Я так не люблю шапки, потом снимаешь на голове, вообще не понять, что. Ну, слушай, я сейчас же это, позвонил Юре сразу. Юр, так и так, давай это. А он у Артема сидит. И это, это. Ну и Артем. И Артем, в общем, такой, говорит. Ну, Артема, мы ходовую всегда делаем. Да. Такой мальчик, он хороший умный. Ай, и это. Он говорит, Ром, нет, говорит, это. Помпа навряд ли, говорит. Помпа навряд ли? Да, да. Поэтому. Потому что, говорит, это. На, говорит, у тебя. Что она, говорит? Ну, вот. Вообще бы не дуло текло. Ну, как тебе сказать, нет. Она, говорит, я кипел нафиг. Температура обыскакала. А, ты, Миш, ну, что на показаниях напрямок не было мобильного? Да, да, да. То есть, блин, температура обыскакала. Что, птица такая большая, да? Не пойму, что она? Поэтому, говорит, пусть промывает. Это, говорит, все ерунда. Вот. Ты летаешь, или у тебя что-то случилось? Летает, ты чего? Летает? По-любому летает. Смотри, сейчас. А там что-то вкусненькое нашла, поэтому даже и не до тебя. Ну, это будет так. Я думала, что может помочь и надо. Блин, такая большая птица. Вообще классная ворона, да? Какая классная мячая. Не знаю, меня завораживают вороны. Да слышишь, где-то попугая в клетках посадить. Да зачем в клетках так держат ворона? Вообще, какие они, они же разговаривают. Что-то интеллектуальная птица, они очень умные. Знаешь, что нам надо, нам с тобой надо взять ворона себе? Тосоло, радость моя. Потому что сейчас возможность на доревку. Ты имеешь вне сам-то, надо не тосоло, а антифриз. Ну, антифриз, я тосоло. Давай сюда заедем. Давай сюда заедем. Сказу. А у тебя сейчас это одеяло есть прямо тесно? Нету. А почему? Ну, нету и все. Так надо купить-то одеяло. Нету и все. Как понять, нету и все. Ой, похер. Да, она посылает вещей. Да я привыкал к своей машине, что она у меня сильная, мощная. Мне здесь я вообще себя комикадо чувствую. Нет, нет. На меня люди, наверное, смотрят, кругом и думают, что за дура. Что делать? Такая датьяна. Ну, привычка делка, конечно, такое. Все равно к машине надо. Конечно, на промзоне выживала подешевле взять. Ну, черт, блин. Ну, давай на промзонский. Давайте из-за чего посмотрим. Не факт, что ты там дешевле возьмешь. Почему не факт, а факт. Так ты здесь знаешь, причем здесь? Ну, я в прошлый раз. Нам одеяло надо купить для Матисса. Пошли. Так, а зачем мне это сделать? Мне так классно, что ты так делаешь, да? Да-да, я так всегда делаю. Болтушка. Возьми камеру. Давай. Поехали. Ну, Рома говорит, что вот здесь дорого. Дорого. Ну, надо зайти хотя бы одеяло им посмотреть. Сама ему не куплю, он же не купит, не позаботится. Надо, чтобы жена контролировала. Потом будет высказывать. Все, ты так сказала. Что, если правда? Вон, смотри, автоидеяло у них здесь продается. Вот здесь спросит сразу. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Ценников космических. Такое ощущение. Ходишь, когда ты ничего не понимаешь, заглядываешь в магазин и думаешь, кто здесь, что здесь, для чего это. Так же, как это мальчики заходят, но не заходят. Им-то здесь интересно. Заходят им тут Рома, ходят, смотрят. А нам, девочкам, это все чужое, так сказать, как инопланетянские предметы. Рома вышел. Взяли такое одеяло 1600. Какое-то, как брезинтовое с этой стороны, с этой белой. Ну, оно, конечно, по теории, вот это белое должно в движку лежать. По теории? Да, я так думаю. Ну, хотя, может, какая разница, с какой стороны. Ты сразу-то положи, укрой сразу двигатель. Такая холодрыга, бедная машина. Надо поберечь ее. Это он взял для Ниссана. Антифриз. А у меня разный брелок? Ты же взял? Да. Что ты? Хитренький брелок забрал, а открыть я должна. Каким-то чудом. Все еще сразу положат одеяло. Ну, как свежо на улице. Хорошо. Замерз? Ну, правильно, такой морозяк. Обидная машина. Тросик слетел у тебя. Вообще, когда лучше что-то случится, так и потом еще не откроешь. Что, печаль? Печаль. Видать, не судьба положить одеяло бедной машинюшке. Что-то щелкнуло. Что-то незаметно. Что случилось? Ну, поехали. Зашла сейчас, смотрю, в телефон приехали. Мы заводились за озоном забрать. И смотрю, сейчас в озоне. Везде. На всех заказах написано. Доставка перенесена. Доставка перенесена. То есть, то, что должно было вот-вот, ну, по датам, да, прийти. Все перенесено. Ну, видно из-за морозов. Посмотрели они погоду. Ну, и сейчас большие машины в такой мороз не ходят. Чаще всего. И потом с копом все везут. Сейчас и по продуктам тоже. Ну, там же соляра. Они, многие машины идут на соляре, которая, ну, дистопливо, да. Которая не соответствует таким большим морозам. И у нас тогда будут тут случаи, когда машины пришли и встали. На Карамовке у них дистопливо превратилось в гель. То есть, все, машина встала. И многие, кто сейчас не будут ездить. Ну, а потом после морозов это будет кучами. Кучами. Эти ПВЗ все завалены будут. Ну, и в магазинах сейчас тоже полки будут опустошаться, опустошаться. Пустые полки будут. Потом бедные девчонки, продавцы, вот это все по новой раскладывать. Эти кучи будут приходить. И многое, что будет приходить и уже пропавшее. То есть, например, где-то стоит машина. Многое, что у кого-то, что где короткий срок. Разговаривала, что у них такое есть. Рома пошел получать. Я ему обычно коды просто скидываю. А сейчас я ему говорю, ты возьми, потому что этими подносами непонятно. Чтоб ты ей покажи, что они висят, чтоб поступили на ПВЗ написано. Чтоб она их оприходовала и отдала нам. Да, я думаю, наверное, через недельку буду делать заготовочки пельменей. Потому что у меня придет пресс-форма. Заказала я с зоном. На зоне заказала для пельменей. Потому что вареники делали. Я говорю, это 6 часов. Сидели мы лепили их. Я говорю, нет, нет, нет. Я что-то не готова столько времени пожертвовать на вареники. Прям очень как-то не айс. А так заказала. Она там будет, конечно, вообще не дешевая, дорогая. Но на такую семью, вот как готовить, она мне нужна. Кому-то понятно, что кто-то делает немного. А когда тебе надо сделать многое, еще плюс не просто покушать, а еще заготовочки сделать. Милое дело. Там и вареники можно будет на ней стряпать. Они такие небольшие получатся. Ну и пельмешки. Я думаю, что я сделаю день такой вот пельменный. И пельмени сделаю, чтобы были. И поскладываю. У меня любители пельменей. Вообще они обожают все пельмени. Пельмени, поэтому заготовки пельменей прям самое то. Потому что покупаешь вот это, и непонятно, что там за мясо каждый раз. Так уже сделаю, сама перекручу, буду знать, что там за фарш в этих пельменях. Ну и что, отдала на тебе, да, эти подростки? Наши все-таки оказались. Самое, что в этом веселое, она такая говорит, блин, это хорошо, что я их вчера на звук не отправил. А то я подумал, чьи они, чьи же они. Офигеть. Она их не приняла и положила на полку? Да, да. А потом смотрит, ну, она вытаскивает такая, ой, а эти товары, а чьи они, не поймут такая, хоп-хоп. То есть, она на полку-то положила, а не провела, что она их приняла, поняла? Угу. И она их, они числятся как ничейные, а лежат на полке. Нормально. И она, типа, вроде как, что-то не поймут, типа, это. А ты говоришь, вот, смотрите, они у нас горят, это наши. Да, да, да. И все, и она тут же их принимает, они тут же поступают, и тут же, и все. Ну, короче, косинули, товарищи, ПВЗ. Да. Понятно. Ну, хорошо, что она на заткнет, прошла, так было вообще весело. Ну, да, обидненько было. Так. Ты только здесь не едь, потому что здесь такие кочки, там, побереги эту ходовую, нормально, выйди. Так, мы сейчас все равно, я думал, через поломзону поедем, но что? Через поломзону, а зачем? Сейчас не так много машин. Зачем через поломзону? Ну, вообще, не вижу смысла. Можно, конечно, и там, но вот эти лишние там заворачивать, тут. И дорога там, так сказать, не очень, я бы сказала. А машины, главное, что вообще мало машин по городу? А что там это, да, когда в том году, да, был мороз, и дофига машин, все ездили. И не заметили, что мало машин. В этом году все равно берегут машины люди. Или просто не смогли запустись. Ну, и не смогли запустись. Потому что вот вчера, да, в зону это подвещал я. Получается, мне парковаться негде же было сначала. Потом машина какая-то отъехала, а у меня же багажник открыт. Я отхожу, и какой-то мужичок подходит. Блин, и стоит около нашей машины. Ну, и как бы я понимаю, машина стоит запущенная. Как бы какой-то чувак все-то тусуется. Вот, я подхожу, он такой, блин, здрасте, извините, я, короче, у меня машина тут сейчас стояла. Я хочу посмотреть, там, где жидкости никакие не потеклили. Ты поняла, я, типа, тоже всю ночь проторабанила машина, и он все переживал. Вот, ну, мы посвятили все. У меня, получается, ну, я задом стоял, там, где у него перец был. Вот, ну, у него там масло подкапывало. Ну, прям не шибко, ну, как бы капли-то есть все равно. Вот. Ну, сейчас разговаривала с этим, со стоматологом, он говорит, ну, у меня, говорит, это, я с Вебастой, как запустилась, я, у вас какой гелевая аккумулятор, он говорит, нет, обычный. Ну, это же еще и это соло, это тоже зависит. Помнишь, как у нас, когда в том году, у меня в Матиске просто ты соло перемерз, потому что соло, поход. Ну, соло, антифреник, да, какой-то, видимо, плохой был, потому что он замерз, там, было тогда, что, там, минус 35 или минус 40, я уж не помню. И мерз, и все, то есть, у меня просто сама даже... А зачем ты стоишь? Ну, мне нравится отсюда заворачивать, здесь удобнее, здесь кружки. Здесь удобнее, так здесь пахать дорогу, нам машину беречь. Ну, с чем она пахает? Ну, вот, ничем. Это... Вот, просто ничем. Ну, сейчас тебе скажу. И получается, у меня тупо бинар не смог запуститься, он, потому что же с насосом запускается сразу, а насос там не может ничего сделать. Так с кем ты классно езжаешь? Ей, все так нравится. Я же рассказывал историю. Просто рассказывал историю, не знаю, а нравится. Да, я рассказывал историю, как бы не ты рассказал, что надо было уже... А потом уже забудется, да? Ну, а так оно. Так и будет. Понятно. Так, ты помнишь, да, у тебя там сейчас рыбу надо будет почистить? Ааа. Тебя ждет рыба. Еще ты кран хотел поменять. У тебя прям два таких этих. Помнишь, да? Рыбу так хочу, не могу, хочу жареной рыбы. Я его, я вчера его полдня просила занеси и разворозиться. Не знаю, сколько раз напоминала. Занес все-таки. Вот ее сейчас надо почистить, и все, я ее в маночки и пожарю. В сковородке. Ну, ты хочешь вот так, только им порезать? Да, хочу только им порезать и пожарить ее. Там такая прям большая сезанчики. Вкусненькие. Я их сейчас с удовольствием пожарю, с удовольствием как сажу, сажу. Вот прям бывает такое, что хочется, хочется. Ну, значит, давно не было рыбы, наверное, недели две. Вот не готовила рыбу. Тоже это плохо. Рыбу на кушать. Трактор и децепр. Все уже по качеству. Он не прорытый, вернее, не оттает его мне от порозов. Встала машина, да? Все друг друга помогают, молодцы. Да ты че, леготехника не справляется, а мы тут бедные люди. Сейчас позвонили, логопеда отменили, идусь на сегодня. Потому что холодно, не добраться. Ну, короче, в такие морозы многое, что идет уже не по плану. Но все-таки природа диктует свои порядки. У нас сейчас дома топим, тепло, конечно. Рома завтра у нас улетает. Мы уже прислали, говорите, вкрат. Ну да, уже наоборот. И там же за сутки открывается. Да, понятно. А у тебя завтра, во сколько, в 4, по-моему, вылет. Поэтому. Че-то раненько тебе открыли. Ну, лучше бы зарегистрироваться, чтобы там время не терять. Что-то им сказать, что да, я точно лечу. И на потихоньку вече складываешь, чтобы ты не завтра, а сегодня что-то вспоминал, клал по чуть-чуть. Завтра уже основное. У меня рыба лиза сейчас не очистила. Ну, тебе, да, у тебя рыба-то. И кран надо что-то сделать. Потому что так ельтикет, его чистить надо. Я вообще хочу пергарбонатом залить. Что-то мне не нравится его внешний вид. Как он выглядит. Чем только его не чистила, а все равно, все, не айс выглядит. Или снять его, попробовать почистить, теперь гарбонатом залить. И назад поставить. Либо так. Ну, один кран у нас снова лежит. Можно, конечно, этот почистить. Но я что-то сомневаюсь, что мы его почистим. Там саму лейку эту надо поменять. Ну, зачем деньги тратить, лежит другой кран. Потом тут поставить. Там высокий у меня прям такой кусак лежит. На Тюмени его еще покупали. Для дедушки. Ну, дедушка что-то там не сильно торопится с переездом. Поэтому, да, надо пользоваться моментом. Да, красиво. Все беленько. Деревья оделись. Тоже вот как. Ух-ух-ух. Все, поехали мы домой. Такой дымок. Какая-то деревня. Дымочек идет. Такие какие-то теплые-теплые ощущения. Не знаю, есть у вас, нет такие ассоциации какого-то уюта, какого-то тепла такого. Сейчас зайдешь, там тепло, хорошо. Привет, Рамулька. Мы когда покупали рыбу, она сказала, там будет она 100% икриная. Это и все, да? В одной только икра была. В маленькой, да? Ну, которая, ну как маленькая. Или в этой большой была? Нет. Поменьше, которая. Которая поменьше, да? Да. Но я и сразу говорила, что она кладет, я говорю, большая, будет мужичок. Вот. Почему? Потому что это так всегда. Девочки поменьше. Достала сейчас, тут закатку, перебирала. И смотрю, вот банка подживела, я вот не знаю. Говорю вам, давай откроем, посмотрим. Нормальное, ненормальное, нет, тогда утилизировать надо будет. И какое-то варенье тоже стояло. Кто-то, видно, угощал. Что за варенье, не знаю, надо открыть. Может быть, сделать либо пирог, либо печенье. Но я вот не знаю, с косточкой или нет, и что там. Да? Ты либо Лариса угощала, либо мы от бати привезли. Вот одно из двух. Я не помню нам, родственники, что ничего не давали. Они на компот угощали нас. У них шикарный компот такой вишневый. Вообще потрясающе. Вкуснее ничего не ела. Женя варит там. Ох, она вообще, хозяйка, очень вкусно готовит. И такой вкусный у нее этот компот. Так, что на тарелку какую-то глубокую? Ну да, вот. Сейчас вкусненько пожарим, пожарим. Ой-ой-ой. Ох, какая красоточка. Стоя на весьма, наверное. Ну да. Сейчас вот эти вот мелкие, а крупные надо будет собрать. Вон сейчас по всему дому вот это тащится. Вот эта пыль. Немного пропылесосила. Я еще попробую эти дрова тоже пропылесосить, чтобы тоже ушло. Потому что сейчас растащится, да по всему дому будет караул. Недолго. Музыка играла, надо ехать за Ниссаном. Смотрите, какая коробка от пианино стоит, пока кухню вынесли. Да, я туда шкафчики поставила. Что-то как-то захламленность такая. Я решила пока ее вынести. Мороз, ничего не будет, дождей нет. Как бы ничего не испортится. Крома так ставит на пригорок, чтобы стекал конденсат. Ой, Ниссану, какие льдыхи. Надо рыбу было жарить. Рома говорит, ну все, поехали. Надо забирать уже машину. Быстро, да, как-то у нее? Ну, два часа. Ой, время летит. Тут вроде проснешься и рано проснешься. Время пролетает. Туда-сюда уже два часа. Туда-сюда уже обед. Так, что? Только еще посуду завтрака помыл. Уже надо это с обеда начинать по лаковине становиться. Что ты? Клею коробку. Коробку греешься? Ну, какой-то правильный мальчик. Мы не расстреляемся. Ну, а, почему-то какой-то. Так что поедем. Сейчас берем машинку. А он ничего не сказал вам? Значит, тоже пристегу. А? Если что? Ну, и что это? Был за осрота или нет? Ну, так если он промывал, он говорит, блин, литра-то соло. Ну, типа из-за надо. Ну, ничего, да? Ты по телефону особо не возглавливаешь? Нет. Да он сейчас все покажет, что он сейчас фильтр снимет, покажет. У него же специальный этот прибор, который промывает. Он же не просто, там, знаешь, в тайзике, подключен. Ну, какие-то всякие-то вещи. Вот он мне говорит, вот смотри со вчерашней машины. Снимает фильтр колбу, высыпает, ну, выливает. Ну, что там стоит? Ну, там грязь прям. Ну, как жмёт, как жмёт, как жмёт. Да, прям металлические какие-то грязи. Какая-то грязь, знаешь, такими шмётками. Вот, это, говорит, ну, это, говорит, не всё это, то есть, ну, не на раз это уже. В конце остатки, так сказать. Вот, поэтому. И всё, говорит, и там соты небольшие в этом радио, и ещё, говорит, сбивает, и всё, говорит. Ну, вот у нас такое удовольствие, ну, стоит дорого. Потому что я вот посмотрел, и там два вида же искала, и, допустим, в Сугути уже расценки подешевле. В Сугути подешевле, да. Услуги всё равно, на Севере, очень дорогие услуги. В то же самое, в Сугути, в Тюмени уже эти же услуги, ну, в полтора-два раза дешевле, получается. В Тюмени точно, да. Ну, так как помнить, что, да, этот переехал сюда участковый, и мы с ним разговаривали, ну, и как, он, говорит, ну, цены, говорит, на продукты, я не сказала бы прям вот, чтобы вот сильно. Он говорит, ну, то, что меня здесь очень, да, такое, это что услуги в два раза дороже. На всякие, вот там, на ремонт машины, интернет, телевидение, то есть любые услуги, брикмахерские там, ну, любые. В два раза дороже. Ну, говорит, это и получается, говорит, по зарплате это все компенсируется. Что там бы я отдал, что здесь, и получается, что я здесь больше получаю зарплаты, а позволяю себе ровно столько же. А он же сам откуда-то с Калининграда, по-моему, да? Нет, он из Калининграда. А, на Б, чего-то. Он из... У нас туда переселялись много людей, это прям с этим, с Украиной там рядом. А, вот он. Подружка же у меня оттуда забыла. Белгород. Белгород, Белгород. Вот. Вот такая красивая машиночка. Девушка, к сожалению, тоже красивая. Что-то заулыбался. А? Еще и выглядывает кого-то. Кто-то за рулем. Ну, как красивая машина. Интересно, кто за рулем такой красивая машина? Не совсем. Я не знаю, что-то красивая машина. Я там, когда проехали, мы побыстрее, чтобы я выехать смогу. Ну, я же тут как пассажир сижу. Понятно, что когда я как водитель, у меня совсем другие задачи. И я не смотрю, кто там, что. А вот когда я пассажир, то можно по сторонам по глазе черепушкой погрутить. Ну, катушки, короче, получается полдня. Сейчас ни туда, ни сюда. Но я хотя бы приехала. Вот это от дров там немножко пропылесосило. Здесь немножко упрала, потому что бровь тащится. Вообще караул. Вот это с дров. Как начинается отопительный вот этот зон печки. Я даже там шторы не вешаю. Потому что их надо будет снимать каждые два дня. Он чернеет. Все равно это же сажа. Ну и уборки прибавляются. И на полочках, и везде. Такое вот. Просто тепло дома. Ты, кстати, не запустил этот. Надо еще вентилятор. Мы включаем, и он обдувает. И это тепло не здесь только сохраняется, а уходит. Распределяется, да, по всему. А мне лучше так писала, да, послухать. К другому мне сейчас говорит, что ты пойдешь смотреть? Я говорю, что я пойду, что там соображаю? Она говорит, ну пойдем из-за попытки поеду. Ну пойдем из-за попытки поеду. Сходим. Рома там на газ давит. Там все буглит, буглит что-то в емкости. Сейчас антифризис купили. 5 литров. А то сейчас слили и свеже заливать будут. Ну, он говорит, не такая засрань. Он говорит, там показывал кому-то. Там вообще был караул. Вчерашняя машина говорит, у вас там вообще совсем чуть-чуть. То есть не так все плохо. Но пробка не герметично садится. Говорит, давайте пробку съедите, поменяйте. Сейчас поедем искать, купить пробку эту. Так, а что, ты уж сам? Не схож, там я посижу. Сейчас с этим специалистом вот вам, говорит, вы зря, говорит, колыки резиновые у тебя у вас на полу лежат. Потому что от них тоже холод идет, лед этот намерзает и так далее. Говорит, лучше эти тряпочные на зиму. И, говорит, фильтр салонный. Он говорит, тоже ни к чему зимой. Сейчас пыли нет, да, который залетал. Он говорит, лучше его тоже убрать. Говорит, уже будет теплее намного. Ну, странно как бы. Вообще, со старостью уже все равно машина старая. И, говорю, в этом году по финансам не получилось. Может быть, на следующий год получится. И я бы ей, конечно, утеплила машину. Потому что уже с дверей прохлада прям чувствуется. То есть, видно, вот этот, который был, утеплитель. Все усыпется, старый все-таки. И я бы, конечно, хотела утеплить машину. Все, мы думали сначала ее продавать. А потом, что ты купишь? Тоже будешь покупать. Вот кота в мешке. Сейчас и двигатель у нас новихонький. И ты, по крайней мере, она в одних руках с салона машина. Все равно знаешь об этой машине очень много. Знаешь, когда ты что сделала, что ты поменял, что ты не менял. Чем когда ты берешь незнакомую машину, не знаешь ничего. Потому что, когда мы взяли тогда вот Матис. Она так говорила, вот мы поменяли там и ремень ГДМ, и вот это мы все поменяли. А потом, когда начали проверять, все вскрывать, оказалось, что ни хрена не поменяли. И ремень ГДМ, и этого ничего не поменяли. То есть, ну как бы человек рассказал, а по факту этого нет. Вот, поэтому такое себе, не каждому человеку можно доверять и верить. Человеку надо продать, и он тебе расскажет, в ушки будет дуть, все, что надо, не надо. Ну, не все. Я, конечно, не говорю за всех, но и есть такие люди. Вот Рома сейчас понес, отдаст этот антифриз же, и придет сейчас поим эту пробку искать. Вроде как. Ну, вот здесь есть прям через дорогу магазин есть большой, в котором мы, кстати, были, там где одеяло купили, но не смогли положить. Что-то заморозь примерзла, но мороз. Или у него тросик порвался. Что-то одно из двух не признается. Все, видно, он в машину, что он так долго. Я думаю, быстрее будет, я думаю, за пробкой поедем. Ну, это не поедем. Улыбается. Все, подняемся, я хочу в свою машину. Да? Пойду в свою машину, говорю. Да. Давай. Неогни, 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 катался. Сейчас увереннее чуть-чуть в этой машине. Рома решил поехать забрать машину. А я смотрю, он говорит, что поедешь? Я говорю, нет, у меня не так много за ночь съела. Не глушили машину. Вот это сейчас впереди вот эта установка. Едет. Это едет скорая помощь отогревать машины. Вот ее, получается, берут торнит, машину на магнитах обтягивают вокруг. И теплым воздухом продувают и заряжают сразу аккумулятор. Вот такая вот услуга у нас от 5000 рублей, чтобы тебе отогрели машину. Я порой говорю, что лучше не глуши машину. Но это если я не ошибаюсь. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Но очень похоже. Такая вот установочка к нам с такой приезжали. Я говорю, лучше не глуши, лучше за бензин отдать. Она, конечно, за ночь съедает. Но рублей, наверное, на 500. Вот за ночь у меня съела машина. То, что ее не глушили. Так-то вот, чем отдавать. И потом очередь же. И это хорошо, если там тебя приехали сразу, да? Разморозили, так сказать, машину. А ты потом это ждали, что дня три очередь. То есть очередь большая, машин много. И ты остаешься вообще без колес. Поэтому порой думаешь, и деньги немаленькие. И при этом все машины сразу отогревают. Лучше не глушить, лучше не глушить. Но я не знаю, что с ним поговорю. Наверное, матист будем не глушить. Это поставим, пускай отдыхает. Проехала я на машине. И что-то как-то ничего не решилось. Надо что-то искать причину дальше. Посмотрите, какая тут у нас красота. Посмотрите, как у нас красиво. Я просто так люблю наш дом, как у нас здесь. Очень красиво. С удовольствием. Возвращаюсь домой. И знаю, что мне очень будет не хватать этой красоты. Начала жарить рыбу. Я жарю на манке. Мне очень нравится. Я добавляю туда соль мелкую. И начинаю прожаривать. Стилю бумагу. Ну, полотенцем я в моем случае. И потихонечку буду обжаривать это все. В одной икра попалась. Первым я вам сейчас икру буду. Давай, чтобы не капала на себя. А она горела такая, продавец. Мол, икриная, икриная. Я говорю, мне крупную не кладите, наверное, потому что она не будет икриной. Вот мальчишка. Нет, нет, послушайте меня. Ну вот, послушайте меня. А так получилось, как я ей сказала. Что-то мужички. Крупные обычно мужички. Редко, когда самки очень крупные бывают. Что мне Рома не пообрезал эти плавники. Пожарила рыбу. У меня еще дожаривается. Но уже пожарила. Будем сейчас кушать. Ну, вроде вкусно. Рома начал дрова носить. Потому что перед отъездом, чтобы мы здесь дровами были. Но они сейчас хорошо просушатся. Вот печки сухие будут. Домики они тут строят. Я не строила. Не строила? А я думала, что вы домик тут строите. Они еще не высохли, мам. Не высохли еще? Вот это высохло, а вот это еще нет. Ну, ты набрать, которые высохли. И это высохло. И это высохло, да? Это тоже не очень высохло. Что, Лидусь, классно, да? Там домик ты такой состряпала себе? Нет. Нет. Красотки мои. С утра уже растрепались у вас, да? Надо заплетаться по новой. Дочь. Надо по новой заплетаться. Давай попроси, Диана тебе заплетет. Не съеду. А то мама утром заплетала. Уже все растрепалось. Диана, что, заплетешь их? Спасибо. Спасибо.